И снова здравствуйте, мои уважаемые зрители. На дворе у нас заканчивается 28 февраля, и мой итоговый обзор будет полностью посвящен событиям на фронте. Событий очень много, очень много случилось, и очень похоже, что завтра случится еще больше. Итак, для начала начинаем традиционно с южного направления. Очень похоже, что российская армия всерьез решила заняться Николаевым, либо обойти его и пойти дальше в направлении Одессы. Огромные колонны российских войск сегодня, по словам губернатора Николаевской области Кима, вечером выдвинулись по направлению к Николаеву, но жители города попросили уйти в бомбоубежище, пока новостей ничего нет. Утром, я так понимаю, будет много новостей отсюда. Также российские войска сегодня проломили фронт украинских вооруженных сил в районе Васильевки. Украинские войска были выбиты с позиций, и сегодня к вечеру российские войска то ли вошли, то ли обошли Васильевку и пошли дальше. Также российские вооруженные силы и Луганская народная милиция пошли на штурм Северодонецка, и к вечеру они уже заняли восточные и северные предместия города. И с учетом того, как быстро они начинают двигаться, очень похоже, что завтра в Северодонецк зайдут либо россияне, либо народная милиция ЛНР. Ну и также пока нет никаких новостей из Изюма, и очень похоже, что он уже под Российской Федерацией, интернет там отсутствует. А с учетом того, что заявило руководство вооруженных сил Украины, что российская армия подходит Славянску и Краматорску, то очень похоже, что завтра тоже бои начнутся в этом районе. Также народная милиция ДНР при поддержке российской артиллерии и авиации пошла на штурм Мариуполя. Передняя линия обороны противника прорвана, и бои идут уже в городе. И очень похоже, что завтра таки сомкнется кольцо окружения вокруг огромной гигантской группировки украинских вооруженных сил на Донбассе. И это будет, по сути, приговором всем украинским вооруженным силам, потому что сегодня российские войска из Черниговской области быстрым маршем прошли оставшиеся несколько десятков километров до пригорода Киева Броваро и вечером вошли в город. Причем заслон, который стоял на входе в город, продержался буквально считанные минуты, был снесен ударными вертолетами и танками, и вечером депутаты горсовета в панике кричали «все, русские вошли в город». Причем хочу отметить еще одну интересную закономерность сегодняшнего дня. Впервые очень активно действовала российская авиация. А еще Российская Федерация совершенно поменялась в методологии информационной войны. Сегодня огромное количество видео выкладывается в интернете, в том числе и атаки украинской бронированной техники, огромное количество подбитых машин, причем явно было, что съемка велась именно российскими войсками. В общем, к вечеру на левобережье российская армия вышла к пригородам Киева. На момент записи ролика у меня нет данных, взяли бровары или нет, но в любом случае это уже ближайшие пригороды Киева. И я так понимаю, что завтра российские войска стоит ожидать в Борисполе, и когда они займут международный рапорт Борисполя, они полностью отрежут украинскую столицу от левобережья. А еще очень похоже, что и по Харькову Кремль настроен очень и очень жестко, и после сегодняшней зачистки своих тылов завтра будет новая атака, а может быть и сегодня ночью. Ну и в последнюю очередь рассмотрим, что у нас происходит на правобережье, севернее и северо-западнее Киева. Вот буквально сейчас, когда пишу это видео, и российская, и украинская артиллерия одновременно ровняют и Бучу и Ирпень с землей. Соответственно, украинская бьет по Буче, российская бьет по Ирпеню, население сидит в подвалах и молится, чтобы быстрее все это закончилось. Очень похоже, что российские войска либо готовятся, либо уже перешли в генеральное наступление на этом направлении, и хотят сбить украинские вооруженные силы с линии обороны по реке Ирпень. И с учетом того, что с российской стороны плотно работает авиация, я думаю, что исход боя уже предрешен. Тем более, что штаб обороны Киева уже предупредил киевлян, живущих на севере и северо-западной столице, что стоит готовиться к вхождению российских колонн уже в сам Киев. То есть это говорит о том, что они не тешат никаких иллюзий, они понимают, что эта линия обороны будет прорвана. А еще сегодня, я совершенно забыл утром вам сказать, пришло сообщение о том, что российский флот действительно плотно блокирует украинские порты. Два грузовых корабля, которые шли сегодня в сторону Одессы, были остановлены российскими кораблями и вынуждены были повернуть обратно. И также отдельно хотел особо отметить инцидент, произошедший в Харьковской области. Один из пригородов Харькова сегодня лишился всего управления. Приехала СБУ и забрала. То есть руководство пригорода Харькова города Южного договорилось с россиянами о переходе на их сторону. То есть на самом деле, харьковские элиты начали серьезно задумываться по поводу перехода на сторону России. И это на самом деле для киевского режима второй смертельный удар. Потеряв свою главную ударную группировку на Донбассе, а также потеряв Харьков, по сути дальше борьба за левобережье становится бессмысленной. Хотя почему только за левобережье? Вот это то, что я хотел сказать в данном материале. А еще пользуясь случаем хочу сказать, что первый мой ролик, переведенный на английский язык, появился на моем ютуб канале резервном. Ссылку на это видео я дам в текстовой строке под видео. Берите его, дальше распространяйте по англоязычным ресурсам. Как говорится, Бог в помощь. То есть и мы на информационном фронте тоже должны теперь переходить от обороны к нападению. Следующая сводка новостей с линии фронта будет уже завтра и я передаю свою смену своему товарищу Михаилу Ануфренко. До новых встреч завтра утром.